Своими руками сшить, связать, нарисовать или слепить и после оставить на память. Уже в эти выходные жители и гости Ярославля отправятся творить. Мастер-классы обещают быть разными, и один из них проведет местный музей. Медведей. Они решили добавить к празднику немного красок, буквально. Создать такого мишку непросто, нужно поймать вдохновение. Как раз именно этим я сейчас и занимаюсь. Мишки исторические, плюшевые, деревянные, даже фарфоровые. Простор для фантазии огромный, но у меня дела пока обстоят так. Цвет настроения фиолетовый, и ничего странного в этом мишке нет. За стеклянными витринами прячутся его яркие собратья. Слезы на глазах тоже появились неспроста. Доделывать работу взялся наш оператор. Пришлось взять съемки на себя. Еще больше гипсовые символы города вдохновляют детей. Мишек рисуют и розовых, и желтых, и красных, и разноцветных. А когда, кстати, был в прошлом году чемпионат мира по футболу, были мишки-футболисты. Ребята каждого мишку подписывали фамилии своего любимого героя. Иногда бывают целые полчища панд. В общем, запасайтесь идеями и вперед на стрелку. В эту субботу на верхнем ярусе можно будет не только украсить медведей, но и познать все прелести народных ремесел. Мы будем учить детей работать с акварелью, с гипсом, с красками. И там есть определенные нюансы. Нам очень хочется, чтобы медвежата у всех получились разные и интересные. Надеюсь, это будет весело. И мы не только детей, кстати, приглашаем, а с удовольствием приглашаем и взрослых к участию. Фестиваль Яркрафт – это еще и ярмарка. 80 лучших мастеров выставят свои творения на продажу. Для области это возможность показать, чем славится наш край. В рамках нее же мы проводим федеральную акселерационную программу, которая направлена на развитие индустрии народных художественных промыслов и креативных индустрий. Для нас мы видим в туристической сфере достаточно большие перспективы. На ярмарке мы гулять не заканчиваем. На нижнем ярусе стрелки пройдет многими любимый пир на Волге. В общем, и ярославцы, и туристы будут в восторге. К слову, количество последних возросло на 26% в сравнении с прошлым годом. И эта цифра не предел. Ярославль притягивает. Софья Клинецкая, Антон Комаров. День событий.